Диагноз звучал как приговор. Рак головного мозга. Сегодня у Елены 20-й сеанс лучевой терапии. Уже не страшно, абсолютно не больно. Я практически уверена, что выйду отсюда здоровым человеком. Индивидуальная маска фиксирует голову всегда одинаково, до миллиметра. Опухоль со снайперской точностью бомбят протонами, не повреждая здоровые клетки мозга. В этой плоскости вот та максимальная доза и выделяется. А вот вне неё она фактически равна нулю. Это отечественная разработка и стоимость лечения в ней в несколько раз меньше, чем на, скажем, импортных аналогах. На этом синхротроне за два года побывали уже 200 пациентов. Вообще протонная терапия – это вершина ядерной медицины. В мире всего 70 протонных центров, в России два. Ещё один откроют осенью. Мы будем получать вот тех пациентов, которые действительно нуждаются в протонной терапии, не просто потому, что вот модно это, а потому, что им это нужно. Это часть общенационального проекта по борьбе с раком. О реформировании онкологии Владимир Путин заявил в марте. На сегодняшний день разработана федеральная программа. Разрабатывали более 60 наших ведущих профессоров, онкологов, радиологов. Мы всю медицину российскую выведем на качественный иной уровень. Мы каждого больного будем видеть на всех этапах и следить за полноценностью терапии и своевременностью. Вводится понятие «единый контур». Пациент обращается к онкологу по месту жительства. Если случай непростой, направляют в межрайонный, региональный или федеральный центр. Их создадут на базе уже имеющихся. Да, оснастят, обучат врачей новейшим методикам. По всей стране онкоцентры будут работать по единому современному стандарту. Важно, чтобы вне зависимости от того, где человек живет, ему были доступны самые современные методики диагностики. Необходимо сокращать срок от первого обращения к врачу до постановки диагноза и начала лечения. С утра до вечера реализуем эту программу. Конечно. Доктор смеется, но не шутит. У них тут уже особая атмосфера. Современная лаборатория, два томографа, аппараты для лучевой терапии, ускорители свободных частиц. Калужский областной онкодиспансер – тот самый региональный центр, на базе которых рак будут лечить по-новому. Главная задача – это увеличить пациентов на ранней стадии, выявленных до первой и второй стадии. В первой стадии получилось по цифрам 2015 года 130 тысяч стоит лечение женщины. В четвертой стадии 2 миллиона 300 тысяч. Мы выявляем первую стадию, почувствуйте разницу. Проверилась сама – приведи подругу. Иронизирует в очереди к мобильному мамографу. По новой федеральной программе «Тотальная проверка населения на рак» – скрининг – будет бесплатной и уже через 5 лет ежегодной. Диспансеризация и ранняя диагностика, по сути, зачастую складываются из, казалось бы, мелочей. Приехал передвижной диагностический кабинет, и люди потянулись, даже те, кто раньше не собирался. Предложили проходить диспансеризацию не только по рабочим дням, но и по субботам. Количество обследовавшихся значительно возросло. В борьбе с раком медицина сама должна проникать все глубже и глубже. И в райцентры из столиц, и в тонкости болезни каждого пациента. Сюда помещаются опухолевые клетки, полученные из организма больного. Опухоль выращивают в пробирке. Определяют ее личный генетический сбой, а дальше эксперимент. Какое лекарство убьет рак, но не навредит человеку. Воссоздают даже циркуляцию крови, как у пациента. Аппарат иронично назвали гомункулус. Мы стремимся лечить не рак вообще, и даже не какой-то конкретный вид опухоли. Мы стремимся лечить конкретную опухоль у конкретного больного. Выглядит как игрушка, звучит как фантастика. В институте имени Герцена научились печатать на 3D-принтере костные имплантаты. Взамен удаленных участков, например, при остеосаркоме. Их пропитывают лекарствами, а через пару месяцев все это растворяется. Мы можем насыщать наши конструкты аутологичными клетками, то есть полученными от самого пациента, для того, чтобы получать ткане инженерную конструкцию, которая также будет обеспечивать более быструю скорость восстановления костной ткани. Такие методики на грани фантастики от разработчиков к врачам поступят через несколько лет. И врачи должны быть готовы к новым технологиям, к реформе российской онкологии в целом. Очень важно успеть подготовить к этому моменту необходимых специалистов. Это тоже наша основная задача, мы понимаем ее важность. В Московском научном центре имени Логинова уже сейчас можно видеть, как будут развивать практику интернет-консилиумов и телемедицину. Каждый случай онколог сможет и должен обсудить с более опытными коллегами. То самое критически важное второе мнение. Или поучиться усветил науке. Здесь идет операция, и хирург делает пояснение, его сейчас слушает какое-то количество людей, теоретически это возможно во всем мире. Федеральная программа — это не панацея от рака. Его не победили еще ни в одной стране. Население стареет, количество онкологических заболеваний растет. Но можно снизить скорость, перехватить рак в самом начале. И главное — обеспечить человеку, столкнувшемуся с онкологией, несколько десятилетий активной, комфортной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова